Привет! С вами команда White Noise, и сегодня мы расскажем, как работаем со светом для игры Twin Soul, а также поделимся планами на будущее. Мы уделяем больше времени на работу со светом, нежели проработке окружения. Все статическое освещение мы заранее просчитываем и сохраняем в виде специальных текстур – Lightmap. Впервые Lightmap появились еще в древнем Quake, и что удивительно, они мало изменились с тех пор. Подобный подход сильно экономит ресурсы ваших компьютеров и позволяет нам достичь фотореалистичного результата. Конечно, ничто не мешает нам использовать полную динамику, но картинка становится намного хуже. Это происходит, потому что стандартные динамические решения в Unreal Engine 4 не позволяют строить непрямое освещение, а если говорить проще – нет отражения света. В недавнем обновлении движка мы получили возможность просчитывать Lightmap с помощью видеокарт, поддерживающих трассировку лучей. Это нововведение позволило значительно повысить время просчета и при этом улучшить качество. В этом нам помогает видеокарта 30-й серии от NVIDIA. В конце 2020 года нам чудом удалось купить за приемлемую цену одну на всю команду. С нынешними наценками нам не удается заполучить в распоряжение больше подобных видеокарт. Динамические объекты на уровнях, к примеру, персонажи, по большей части освещены динамическим же светом и отбрасывают тени уже поверх Lightmap. К сожалению, Lightmap полны и недостатков, так как при таком методе построения освещения почти все объекты на уровне статичны, а каждое изменение уровня требует перерасчета Lightmap. Работа со светом на новом игровом уровне с нуля занимает много времени и требует тонкой настройки. Большинство текущих проблем решается в пятой версии движка Unreal Engine, и в будущем мы планируем перейти на него. Движок еще достаточно сырой, но мы уже успели провести первые тесты. В нем реализована устойчивая и оптимизированная склейка разных технологий в одном техническом решении – Lumen. И как итог, полная динамичная картинка в Unreal Engine 5 почти не уступает статичным Lightmap. Технология Lumen не такая требовательная к железу, как технологии трассировки лучей. При этом экономится много времени разработчиков и снимается множество ограничений для реализации наших фантазий. А если мы когда-нибудь захотим дополнительно использовать технологии трассировки, ничто не мешает пустить их на отражение или даже просчет физически корректного звука. На этом все. В своем бэклоге мы набросали ряд тем, которые могут быть для вас интересны. Возможно, в следующий раз мы расскажем подробнее о технологии отражений, о которой мельком сегодня вспоминали. О чем бы вам хотелось послушать? И кстати, для прямого общения с разработчиками заходите на наш Дискорд канал, ссылка в описании. И не забывайте подписываться!